Девятый клип по латыни. Сейчас использую учебник подосиного, в котором излагается второе склонение существительных. И дальше еще будет пару уроков по другим учебникам с повтором той же темы, потому что второе склонение очень важно. И первое, и второе это типовые, то есть много слов. Второе склонение это, как правило, существительные мужского рода. Как правило, они кончаются на УС или на Р. Также относится группа среднего рода с окончанием УМ. Вот эти всякие УСы, УСы латинские, которые иногда даже пародируются, это второе склонение как раз. Все-таки четкий показатель это окончание генетива, которое кончается на И. Вот парадигма. Изначально основа была на О. Основа у них в аблативе. Вот аблатив это чистая основа. Амико и Белло, да? Собственно, в аблативе они потом попали в романский, где все окончания отброшены. Остальные окончания получаются, как правило, путем взаимодействия стандартного окончания с этим самым О. Причем в определенных позициях О переходило в У. Вот амикус это, в принципе, тоже греческое окончание ОС, которое в аналогичном греческом втором склонении. Но в латыни там О переходило в У, вот именно перед С. Поэтому получилось амикус. Имеется форма звательного падежа только в этом склонении. Вот это амикэ. Ну, это звательный типичный, такой же и в славянских на Е там, отча, да? Вот он тоже имеется в латыни, но только во втором склонении. В остальных он совпал с номинативом, да? Как мы видим, средний род также изменяется, кроме двух падежей, а именно во множественном числе. Во-первых, номинатив и акузатив совпадают. Во-вторых, они имеют окончание А. Та же самая история в русском, вот примеры из русского. Окончание А. И та же самая в древнегреческом. Вот такая особенность индоевропейская. Что средний род имел окончание А во множественном числе. И там же он совпадал с венительным. Ну и, кстати, вот совпадает с венительным там и в единственном числе. То есть белум-белум и бэла-бэла. А у мужского рода разница, да? То есть амийцы и амикос. То есть будут разные. Именитный падеж и венительный. Лексика син и бес, ира, гнев. Нет, по-моему, однокоренных в русском. Но распространено достаточно всякие выражения латинские с этим ира. Студиум. Это пристрастие и усердие. И переносится так же и на учёбу. То есть вот студент и прочее. Это, в принципе, оттуда. Но имеется в виду, что он усердный. То есть усердно учится. Аут или. Нигиль, ничто. Нигилисты у нас есть. Интер между. Это у нас широко распространено. Большое количество международных слов. Доминус господин, домина госпожа. Ну, доминировать, да, это златинизм. Сервус раб. Серва рабыня. Кажется, нет в русском. Сервильное поведение. Не знаю, это русское, не русское слово. Ладно. Лупус лупа. Волк волчица. Деус деа, кажется, уже было много раз. Фатум, судьба, тоже. Фортуна, судьба и фатум, тоже судьба. В данном случае второго склонения. Инициум, начало. Инициировать, допустим. Инсания, безумие. Кажется, в русском нет. В европейских очень много от этого образований. Арма. Оружие. Это слово среднего рода и только во множественном числе. Ну, понятно, что армия отсюда. Но в латыни нужно всегда помнить, что арма, она всегда множественная. И средняя она, к тому же. А не, как мне, не женская. А это от. Ум, яйцо. Сальвео, быть здоровым. Сальвео, быть здоров. Можно и Валя. То есть, Сальве и Валя, это одно и то же. Глория, слава, в принципе. Многие знают. Текст. Половину разбираю, половину на самостоятельное. Сина Ира, это студио без гнева и пристрастия. И вот там, когда был лексический минимум, сразу в скобках ставились падежи. Потому что предлоги с определенными падежами сочетаются, как и в греческом. То есть, сины требует облатила. Вот поэтому так, сины Ира, это студио. А у нас был бы, кстати, родительный, да? Без гнева и пристрастия. De mortuis out bene, out nihil. О мертвых или хорошо, или никак. И здесь mortuis, это слово второго склонения. И под D будет тоже у нас облатив. Inter dominum et servum nulla mitzitia est. Между господином и рабом нет никакой дрожбы. Это еще древние понимали. У нас постоянно разными способами пытаются организовать какую-то дрожьбу между рабом и господином. Это работа и значительная часть менеджмента даже на предприятиях, не говоря уже государствах. Lupus non mordet lupum. Волк не кусает волка. Deus ex machina. Бог из машины. Deus тут как раз второго склонения. Игноранция non est argumentum. Незнание это не аргумент. Out cum scuto, out in scuto. Или с щитом, или на щите. Но в обоих случаях тут все равно облатив. Облатив часто как предложный. То есть часто при предлогах облатив. Но не обязательно нужно запоминать. Допустим, inter идет с акузативом у нас. Габен, суафата, либелли. Ну, вот тут стихотворная строка. В стихотворных строках не так расставляются ударения, потому что у них ритмика стихотворная зависела от того, долгий слог или краткий. То есть систематически долгие и краткие слоги чередовались. Поэтому, поскольку мы сейчас этой долготы никакой не отражаем при произношении, поэтому в стихах расставляют ударения по-другому. И там просто надо запоминать, как она идет. Габен, суафата, либелли имеют свою судьбу книги, насколько я понимаю. Ну и все остальное на самостоятельное.